здравствуйте здравствуйте татьяна и приветствую вас дорогие коллеги ну что ж будем говорить про арт-терапию я надеюсь все хорошо слышно пожалуйста на огонечек нажмите чтобы я видел что вы меня слышите видите отлично все связи есть хорошо слышно видно идем дальше почему сейчас актуально вот тема коммуникации ну сейчас дети современные дети очень сильно отличается от того что мы были раньше еще раньше нам не хватает общения детям особенным если раньше жили люди родовыми большими семьями то ребенок получал достаточную возможность попрактиковаться в коммуникации сейчас ребенок часто коммуницирует чем со смартфоном планшетом с телевидением и получается это общение коммуникации в одну сторону если ребят на ребенок даже какие-то возгласы эмоции высказывает свое мнение то часто родители не находятся рядом не дают обратной реакции нет никакой оценочной реакции у детей не получается создавать ценностные ориентиры какие мне берут те ценностные ориентиры которые дает тот гаджет в который он смотрит и второе дети редко находятся в тесном общении между собой они или находятся с гаджетом или рядом со взрослыми вот постоянно контроль взрослых при общении это что получается у нас маленькие квартиры если даже в доме двое детей то в основном родители присутствуют в детском садике постоянно воспитатель рядом и дети и воспитатель все время корректирует это плохо так нельзя говорить лучше вот так сказать и вот тот интуитивный подход который воспитывается развивается при непосредственном контакте он стирается почему ребенок перестает служить свою интуицию потому что так сказали взрослые взрослые это абсолютно авторитет для маленького ребенка для ребенка детского детсадовского возраста и вот что сказали это факт и постепенно заглушается интуиция раньше же когда были большие семьи много детей там родители занимались чем-то и дети в стороне тоже рядышком хотя бы общались между собой они интуитивно чувствовали настроение другого человека менялись сейчас этот круг общения очень узок да особенно взрослых и детей в том числе или дети попадают в детский сад где слишком много детей 15-20 человек в группе это очень сильно эмоциональные пресыщение для ребенка да где постоянно постепенно они сближаются но в начале на начальном периоде все-таки это посторонние люди и дольше долго остается тоже посторонними это тоже психологическое напряжение мы живем в ограниченном пространстве квартиры один умный человек сказал как только люди начали жить в квадратных коробках квартирах они завели зоопарки и начали ограничивать свободу движения животным как он наказание как компенсация да то есть вот это ограниченное пространство не дает восполниться какому-то определенному жизненному опыту и расширяем мы видим мир через окно виртуальное через телевидение через интернет и прочее и вот это конечно влияет на то как развивать у ребенка коммуникативные навыки то есть первое то что у него закрывается интуитивное мы своим постоянным контролем и своими замечаниями закрываем у ребенка интуитивное и даем свои такие социальные установки у разных социальных групп эти установки разные порой в садик приходят дети из разных семей совершенно разными социальными установками поэтому развитие коммуникативности как никогда актуально тем больше тем более что мы люди существа социальные мы живем в обществе и насколько развита развита развит этот навык будет зависеть успешность наших жизненных дальнейших на этом слайде мы видим возрастные особенности детей и их коммуникации не беспокойтесь что вот здесь мелко в дальнейшем на следующих слайдах я выделила отдельно группами для того чтобы вы могли более крупно смотреть во всяком случае сейчас рассмотрим знаете на что обратим внимание во первых тут возраст и время до шести месяцев какие коммуникативные потребности есть у детей группировка идет от шести до трех лет с трех до пяти с пяти до семи лет ну что ж первые формы общения когда ребенок только родился он маленький до полугода это ситуативно личностное непосредственно эмоциональное с кем он общается мать родные те близкие которые обеспечивают ему первичные потребности кормить умыть почистить поменять пеленки улыбнуться огупнуть вот и что требуется в этот момент идет личностное общение с ребенком важно ласковый тон и доброжелательные отношения если мы вот смотрим посмотрите вот столбец ведущий мотив общения обратите на это внимание следующая возрастная группа что нужно со стороны взрослой деловой со взрослым это образец для подражания секунды а вид потребности в чем потребность у ребенка в доброжелательности плюс сотрудничество чуть больше доброжелательность внимание сотрудничество прибавляется уважение то есть трех до пяти лет у нас скорее всего в садиках вот мы будем заниматься с детьми как раз с трех до семи лет вот важно для них именно сотрудничество и уважение а с пяти до семи лет понимание и сопереживание уже ребенку очень важно чтобы ему сопереживали его чувствовали его чувствовали и обращаем на это внимание и в это время речевые операции у нас развиваются как раз вот где-то с двух с двух там первые слоги говорят да но основное вот идет с трех до семи лет уже речевые операции речь связанные предложения постепенно развиваются но у нас есть период вербального общения и невербальный даже не то что период вербальные и невербальные общения постоянно присутствуют и первое общение с ребенком в колыбели мы что мы улыбаемся мы радуемся вот это тепло сердечное передается ребенку и когда ребенок недополучает вот этого там раздраженные родители или в яслях воспитатель раздраженный подходит это создает некие нарушения вот здесь уже более крупные если рассмотрим да давайте пропустим 2-6 месяцев и начнем с трех лет потому что до трех лет заниматься арт-терапией как-то то есть арт-терапевтические техники использовать в общении не получится где-то с 4-5 лет мы можем начать это делать совместная деятельность со взрослыми самостоятельная деятельность то есть то есть взрослый показывает дает что-то дальше ребенок делает самостоятельно взрослый может быть рядышком может прийти посмотреть когда есть индивидуальное занятие тоже можно иногда ребенка отпускать чтобы он почувствовал на себе самостоятельность а потом подойти посмотреть когда в группе то это получается автоматом вы переключаете внимание на другого ребенка и получается что каждый ребенок получает и период внимания и период самостоятельной деятельности познавательные потребности у ребенка где взрослый источник познания а партнер по обсуждению и они выясняют причины связи что с чем связано вот 3-5 лет это возраст когда ребенок начинает во-первых говорить нет не буду не хочу это очень важный момент когда ребенок начинает самостоятельно думать ой благодарю коллеги читаю ваши сообщения спасибо лидия большое спасибо ну что ж получается получается вот что ребенку очень важно высказаться сделать что-то самостоятельно получить обратную связь от взрослого и ценностные все ориентиры дети получают от взрослых ребенок сам в воздухе не может познать никаких ценностных ориентиров потому что что такое ценностные ориентиры это то что принято в социуме и через взрослых через общение мы понимаем это и когда ребенок говорит нет это первые задатки самостоятельного мышления это когда он пытается сам думать а чтобы сам он начал думать он что-то должен сделать отделить свое мышление от взрослого как это можно сделать сказав нет не хочу не буду и в этот момент когда взрослые как часто реагируют как же он был такой лапонька а сейчас вот такой нет говорить плохо нельзя так делать соглашайся и вот таким образом мы иногда запрещаем иногда в основном запрещаем детям думать поэтому важно что сделать позволить ребенку самостоятельно думать говоришь нет ну хорошо не хочешь кушать ладно тогда можно задать другой вопрос а что будешь вот это или это один из них он выберет но это будет мы как бы перехитрили нам нужно чтобы ребенок покушал мы понимаем что скорее всего он голоден но это решение принял он а не то что мы заставили нет ты обязан надо и все вот не стукнули по столу а позволь ему подумать то есть в этот момент когда ребенок он говорит нет и показывает свои рожки важный самый важный момент когда формируется самостоятельное мышление и важна не причина не повод не повод по которому он говорит нет а то что он практикуется в том чтобы иметь самостоятельное мышление вот здесь как раз очень хорошо помогает арт-терапия для чего чтобы понять причинно-следственные связи мы в дальнейшем посмотрим как это можно сделать тогда вы через творчество начинаете а почему нет а почему ты так решил хорошо что ты так решил а почему ты так решил а что будет после а что будет потом ребенку сложно абстрактно представить это но когда он с помощью игрушек картинок рисования в песочной в песочнице пробует последствия вот он пошел встретился с этим что будет у него формируется процесс мышления и когда ребенок мыслит он понимает какого качества коммуникации будет полезно с этим человеком с этим предметом в данной ситуации вот следующая возрастная группа это 5-7 лет когда общение разворачивается на фоне самостоятельной деятельности он больше может самостоятельно действовать мы даем задание он рисует что-то делать а потом приходит и рассказывает ой я это сделал я придумал я открыл я сконструировал и мы слушаем то что он делает вот в этот момент развивается процесс процесс развития мышления вместе с делованием через практику вообще развитие ребенка мыслительное развитие ребенка происходит через тело через телесную активность когда руки заняты когда он бегает когда он прыгает мозг развивается через телесные упражнения поэтому у нас даже есть вебинары эту тему образовательной кинезиологии где вы можете посмотреть как мы развиваем мыслительные способности и для чего нужны мыслительные способности как раз для того чтобы знать с кем как общаться дети очень быстро подстраиваются чем сложнее коммуникация чем опаснее например превосходно чувствуют других людей дети которые выросли среди алкашей потому что там мама папа придет пьяная он может получить подзатыльник и рептилейный мозг ребенка это древнейший мозг который отвечает за выживание сразу подстраиваться находит способы как подстроиться и в этом плане менее развитые коммуникативные менее чувствительные оказываются дети из самых благополучных семей людей не очень понимают людей которые в другой категории находятся где все опасно в этом возрасте личностный человек развивается ребенок как взрослый как целостная личность обладающая знаниями и умениями он передает ребенку и взрослого таким образом воспринимает ребенок и вот здесь формируются уже морально-нравственные ценности а как мы их передаем через сказки через обсуждение через логическое мышление готовность к обучению и появляется система мотивов и произвольность поведения когда вот ему интересно и он этим занимается вот таким образом получается друзья мои все ли понятно вот с тем что с возрастами я рассказала поставьте огонечки хорошо дети разные по типологии если мы смотрим типологии полезга в том когда читаешь эту типологию такое впечатление что человек очень любит детей он показывает последствия какие могут быть дети с деятельно повышенными проявлениями инертно угнетенными активные экстраверты и что получается у них есть лицемерный тип чисто любивый добродушный тип сейчас посмотрим разберем что это значит отражено рефлекторно опытные отражено рефлекторно опытные с повышенной деятельностью без нравственных проявлений у детей пока нравственные ценности развиваются постепенно как я сказала если взрослые дают то они получают если нет есть то ли внутренние чувствования или не всегда иногда у ребенка есть внутреннего чувствования но попадая в недоброжелательную среду он не понимает это так или не так и получается раздрай внутреннего и внешнего ощущения честолюбивые когда подражают взрослым и добродушные самое лучшее это добродушные разумно самостоятельность при обладании умственной деятельности с твердо установленными нравственными основаниями дети обычно знают это хорошо это плохо но мы их все время это и учим вот это хорошо это плохо хорошо ли что мы этому учим не всегда хорошо потому что нет абсолютных величин как бы нам не казалось когда уже работаешь со взрослыми людьми в психологии мы видим что основные травмы которые мешают человеку развиваться это абсолютные ценностные ориентиры абсолютным должно быть что-то другое следующий тип это инертно угнетенные проявления инертно угнетенными мягко забитый злостно забитый угнетенный тип мы видим что здесь не дети плохие а взрослые которые их запретами очень сильно поставили вне хорошие отношения так друзья мои поставьте пожалуйста огонечки есть ли связь потому что мне что-то показывает что не очень хорошая связь все спасибо все хорошо итак когда смотришь вот эту типологию такое впечатление что лесгафт абсолютно не любит детей на самом деле добродушных детей значительно больше но то показывает как взрослые могут колечить некоторых детей угнетенные в основном получается если первый тип это больше экстраверты здесь больше интроверты поэтому наша задача давать именно то добродушие те возрастные потребности которые мы посмотрели выше чтобы у детей не было вот такого грустного состояния есть еще типы высшей нервной деятельности по Павлову ну мы знаем холерики сангвиники флегматики и меланхолики к сильному типу нервной системы относятся холерики которые немножко неуравновешенные хотя значительно неуравновешенные но и здорово что связь есть друзья мои сангвиники они подвижные и уравновешенные флегматики инертные при этом уравновешенные и слабый тип меланхолик самое интересное самое интересное дальше оказывается ребенок со слабым типом нервной системы может подолгу размышлять над чем-то сильный тип очень быстро перестраивается это и хорошо и не очень хорошо почему потому что в момент когда ребенок переключается это ребенок переключается тогда он отвлекается и не может сосредотачиваться поэтому детям со слабым типом нервной системы что рекомендуется достаточно времени на обдумание подготовку мы поощряем формируя в нем уверенность вот чтобы у нас не было того злостного угнетенного о здорово как хорошо получилось а мне нравится что ты делаешь а мне нравится как получилось да вот это отношение мое отношение дальше когда что-то не получается или что-то плохо давай попробуем еще разочек а что можно здесь улучшить мы задаем вопрос а что можно улучшить и это значительно меняет настрой ребенка не то что он плохой а то что он может да действие его получилось не так а что нам помешало давай-ка посмотрим дети в этом возрасте часто знаете что делают когда вы говорите он сделал что-то плохое проявил какое-то плохое поведение что он делает он говорит это не я это другой идет расщепление личности и в этот момент нам нельзя говорить не обманывай это ложь и так далее нет никакого другого это ты сам таким образом он защищает свою личность он отделяет что он может быть хорошим но вот тот такой есть другой который плохой а что ему да это он сделал ладно а что ему помешало а чего ему не хватило что он так поступил вот здесь идет как раз та самая терапия а давай нарисуем а давай расскажем чего не хватило тому ребенку и чтобы он тоже стал хорошим таким образом мы возвращаем во первых защищаем личности ребенка а теневую сторону освещаем чтобы оно не было больше теневой поэтому на этих детей со слабым типом нервной системы которые долго раскачивают медленно все делают мы стараемся без надобности не отвлекать поддерживать если что-то получается не так и неожиданно не прерываем а вот дети с сильным типом нервной системы монотонные работы для них это целый ад они просто не могут им надо все время меняться это сделать то делать они недостаточно глубоко и качественно обладевают знаниями менее организованные самостоятельные деятельности потому что вот нету этой сконцентрированности усваивают легко поверхностно быстро забывают чтобы не забыть что нам надо делать регулярно повторять и вот арт-терапия позволяет как раз на разных уровнях повторять повторить то что они выучили то что они узнали вот мы поговорили например что почему сказку почитали например там был злой герой который что-то сделал плохое а давай мы нарисуем когда он уже стал хорошим а что он сделал или слепим из пластилина и вот таким образом мы помогаем ему дополнительными повторами закрепить но не только в этот день время от времени спустя какое-то время мы должны обязательно повторить на следующий день еще день еще день и так далее задавать вопросы чтобы он сам высказал свое мнение почему дети любят повторно читать рассказывать одни и те же сказки а потому что идет усвоение а если мы еще и анализируем и задаем вопросы по этим же сказкам то мы увидим как во второй третий пятый десятый раз он по-разному воспринимает эту сказку героев его действия меняются рекомендуется научить их усидчивости и терпению каким образом мы можем делать мы знаем что у нас есть два полушария правое и левое так вот эти дети не могут долго они устают когда работает только логическая часть поэтому мы логику перемежаем с творческой деятельностью чередуем когда работает то левое полушарие то правое они не устают вы например с ребенком если будете ходить по улице ровным шагом через десять минут он устанет но если он будет то бегать то останавливаться то смотреть он может хоть два часа заниматься этим и не будет чувствовать усталости дети устают от монотонности вот на что нужно обращать внимание поэтому во время занятия арт-терапии мы будем резко меня часто менять вид деятельности при том те дети у которых со слабой нервной системой если они не хотят быстро менять действие мы их не трогаем почему я говорю об этом потому что дети разные то что одному хорошо другого может очень сильно навредить в той деятельности пусть остается в той и давайте рассмотрим что же такое арт-терапия это искусство и терапия направлены на коррекцию личности человека его поведение его мировосприятия вообще-то любое занятие любым видом абсолютно любым видом искусства можно сконструировать с особым образом и тогда получается арт-терапия то есть если мы взяли определенную схему арт-терапевтическую и занятия устроили в этом порядке то это несомненно корректирует поведение человека помогает трансформировать его мышление и прийти к новым ценностям к новым решениям к новому поведению виды арт-терапии какие есть это виды искусства да изотерапия это связано с рисованием библиотерапия это сказка терапия чтения музыкотерапия драмотерапия есть танцевальная куклотерапия когда дети сами делают куколок а потом этих куколок наделяют характерами а потом еще и могут развиваться дальше песочная терапия скульптура терапия фото игровая терапия с использованием метафорических карт о некоторых из этих направлений сегодня более подробно расскажу так читаю ваш вопрос поделитесь пожалуйста опытом как гармонично в группе организовать детей с разным типом нервной системы вот именно так если просто мы наблюдаем если увидим что ребенок медлительный пусть он в своем уголке отдельно медленно спокойно делает вот то что он делает не сильно отвлекать а другими детьми мы резко постоянно меняем виды деятельности просто отдаем позволяем в группе быть разными они разные потому что если вот попытаться быстрых детей замедлить они заскучают и устроит вам такой кавардак что вы просто не справитесь а если ускорить такого ребенка медлительного то он превратится в злостного типа который языков изображал выделил так инструменты коммуникации все-таки у нас тени тема развития коммуникативных навыков да что мы делаем во-первых у нас есть вербальные и невербальные общения словесные и мимика действия взгляд словарный запас мы развиваем словарный запас если у ребенка нет словарного запаса он недостаточно может выразить свои эмоции свои чувства свои мысли свои суждения наличие внутренней библиотеки образов звуков запахов тактильных ощущений что это такое это со словарным запасом все понятно то здесь есть особое направление психологии детской которая занимается сенсорным развитием когда мы берем какую-то вещь вот взяли вещи и говорим но круглые тяжелые какое она ощущение давай потрогаем тяжелые вот это легкое а на ощупь такое шершавое гладкое или рыхлое вот он начинает это трогать и мы называем обращаем внимание оно хрупкое может разбиться или не разбиться что с ним можно сделать он катается его надо таскать например он может вот шар да он может покатиться на плоскости вот он покатился взяли и потрогали прямо покатали в руках на столе вот например какая-то вот деревяшка другая штучка уже не может да вот взяли у меня тут акварели я беру первые и трогаю на ощущения какие ощущения эти ощущения мы развиваем с детьми давайте потрогаем какое оно легкое тяжелое и составляем вот такое пошли обедать его запахи на что похоже а какой это запах давайте понюхаем хлеб есть у хлеба запах а какой хлеб на ощущение он мягкий теплый холодный или что-то развиваем внутреннюю библиотеку образов потом когда выходим на природу ой посмотрите небо какого оно цвета голубого а вон здесь синего а там смотрите белое а тут сероватое то есть мы показываем что есть огромная разница и дети начинают постепенно обращать внимание и можем например вот это замри есть упражнение да как игра когда дети волнуется море раз два и море замри так остановились хорошо а теперь вспомни какого какой цвет есть в этой комнате не поворачивая голову вот в этом моменте какие цвета ты видишь а какие у тебя ощущения в мышцах какая рука тяжелее если он вот вдруг так принял особую позу а в какой мышце у тебя напряжение обратите внимание и дети начинают слушать свое тело и задача мы же оперируем словами мыслями чувствами так должна быть вот эта внутренняя библиотека личностные границы ассертивное поведение ассертивное поведение закладывается уже в этом возрасте а потом развивается это очень неудобная вещь для взрослых взрослым с такими детьми сложно но зато необходимая вещь чтобы человек состоялся личные границы некоторые дети чем младше они тем больше они требуют ласки они приходят ластятся но иногда некоторые дети отходят им не нравится когда к ним прикасаются вы подходите а он отходит все он чувствует личные границы не надо туда заходить когда ребенок играет в какие-то игры и приходит другой хочет его игрушку он не отдает он имеет право не отдавать если это его игрушка или они договариваются вы учите их договариваться не отнимать чужое не удерживать а давайте договоримся как только ты наиграешься поставишь на полку и тогда возьмет им поиграется другой человек да а мы будем ждать когда вот если ребенок наигрался игрушкой он идет и отдавает даже в Монте-Сори есть такая вещь что каждой игрушке должен быть должно быть по одному не несколько чтобы дети одновременно могли играть нет каждой игрушке по одному чтобы они научились уважать чужую территорию научились договариваться а давай вместе играть этой игрушкой я тоже хочу а можем мы вместе поиграть вот таким образом они вынуждены контактировать друг с другом и развиваются вот эти коммуникативные навыки эмоциональный интеллект это умение чувствовать ну вот это все можно всему этому научить с помощью арт-терапии особенности вот сессии какое должно быть доверие концентрация на теме сотрудничества креативность и спонтанность вот спонтанность пожалуй первые вот в играх дети не делают то что правильно неправильно а как хочется и вот это как хочется самое важное этапы я сказала что любое занятие творчеством может превратиться в арт-терапевтический сеанс да друзья мои кстати возникли ли у вас вопросы вот до этого периода я сегодня что-то мало вам задаю вопросом мало с вами общаюсь и не знаю вам заходит информация не заходит да друзья мои все ли понятно так вот любое арт-терапевтическое занятие любое занятие искусством может превратиться в терапевтическую если есть задан вот этот порядок который мы сейчас видим первый это настрой в начале разминка давайте сядем в круг или почувствуем подышим включаемся работу границы определяем оформляющие ее начало да вот на сегодня начало мы вместе будем рисовать сделаем сказку или что-то настраиваться дальше актуализация актуализация так как рекомендуется по литера подбор литературы по теме знаете что сделаем подбор литературы я устрою следующим образом Лидия очень хороший вопрос когда на ютубе выйдет видео в комментариях я поставлю список литературы хорошо сейчас я просто не подготовила или вы мне можете лично написать в конце есть электронный адрес я тоже перешлю наверное многим будет интересно поэтому лучше все-таки я поставлю эту литературу в комментариях к видео хорошо актуализация визуальных идеальных кинестетических ощущениях формирования запроса темы работы вот это самое важное смотрите мы задаем тему мы можем взять маленькую историю начать с этой истории и вот герой почувствовал подумал а как вы думаете что с ним было ну например колобок да колобок колобку не сидел из дома он хотел выйти уйти а сейчас будет больше примеров ваш терапии как раз мы к этому и пришли колобок хочет уйти из дома да это вопрос сепарации которые происходят у каждого ребенка у каждого человека постепенно вначале он на метр отходит от мамы потом уходит в садик потом в школу дальше появляются новые друзья в 16-17 лет уже полный конфликт с родителями почему потому что идет сепарация пример колобка как он ушел это пример сепарации и в какие передряги он попал почему ему было некомфортно а что он чувствовал давайте нарисуем колобка почему он встретился с такими что ему помогло что ему помешало и так далее и дальше начинается творческая деятельность то есть мы задали тему задали вопросы уже здесь шарики в головном мозге у ребенка крутится он начал рисовать или лепить что-то делать дальше мы начинаем а что ты думаешь расскажи что ты сделал он рассказывает рассказывает при этом мы задаем вопрос после этого может пойти доработка ой что изменилось после того как обсудили а что мы ему еще можем добавить какое качество мы ему можем добавить ребенок сам говорит наша задача не подсказывать ребенку а из его подсознания вынуть те элементы которые он скажет мы чуть-чуть можем отшлифовать почему потому что ребенок вместе с нами за руку идет вперед но если мы очень далекую вещь ему говорим он это не может воспринимать этот плод должен созреть в его голове на его корнях если корней нет не вырастет поэтому пусть будет малюсенькое продвижение но его собственное тогда развитие будет дальше рефлексивный анализ теперь у нас все хорошо мы можем даже поменять сюжет сказки как они что там было и делаем выводы и вот этот выводы уже рефлексивный анализ и есть арт терапевтическое занятие то есть не просто рисование а задавание темы коррекция вербализация и вот во время этого периода и получается все это музыкотерапия какое бывает пассивное когда мы слушаем может во время любого занятия музыка звучать фоном есть списки музыкальных профессий мелодий произведения которые на какие органы действуют есть даже фоновые звуки которые настроены определенные звуковые частоты и они фоном идут тоже идет как бы исцеляющий нормализующий фон есть тематические подборки активные это дети когда поют ритмика и пантомима когда они двигаются под песню этих списков много в интернете можете просто задать и найдете огромное количество поэтому я сейчас не нагрузила этот слайд такой информацией так вот как мы проводим занятия музыкотерапией мы берем песню в начале может быть опять вступить на какая-то часть вот пример работы с песней да хотели практики например тут песни Юрия Кудинова Маша кукле говорила Маша кукле говорила видно ты устала милая дочка посиди-ка тихо не узнаешь в жизни лихо Маша кукле говорила Маша говорит кукле то что Маша мама говорила да ребенок повторяет вот вот наш дом а в доме двери в песне всегда у нас есть текст мы так или иначе работаем с текстом и за дверями скрыли звери вот окно за ним злой ветер унесет а кто в ответе будешь прыгать на кровати убадешь на пол не кстати под кровать один шажок угодишь коту в мешок начнется вдруг гроза за что молчишь открой глаза но если будешь смелый что захочешь то и делай будешь самой самой но со мною с твоей мамой получается очень интересная роль да вот такая ребенок что сделал он услышал указание мамы теперь страх мамы переводит на куклу на куклу это прямая арт-терапевтическая песня любая наша обучающая песня что мы начинаем делать играем просто в начале играем видно ты устала мило взяли куклу сделали а потом можно представить парами играть что одна из них Маша а другая кукла и она говорит и этот будешь прыгать и можно инициировать а если прыгать как упадет и вот то есть они телом все это двигают обсуждают а что происходит когда происходит гроза мы начинаем говорить движение мы сами детям не показываем мы можем сказать а где наш дом вот наш дом а как мы домик сделаем вот наш дом а в доме двери открыли за дверями скрылись звери а вы боитесь зверей а кто-то скажет нет кто-то скажет а не в enferme и звери что надо сделать если опасность за дверями у нас не звери за дверями но люди обычные которые иногда имеют звериный нрав какие-то опасности За дверьми скрылись звери. А что делать, если за дверью опасность? Какая опасность? А у вас есть какая-то опасность? И вот в этот момент дети могут рассказать, какие у них были опасности. Иногда это сочиняют абстрактно, но они высказывают свои страхи. Как только страх проявляется наружу, он перестает, неосознанные какие-то вещи становятся осознаваемыми, то они прекращают быть страшными. Есть даже такая вещь, как только ты называешь имя дьявола, он прекращает действовать, распознали. То есть пока его имя неизвестно, а внутренние демоны или дьяволы – это кто? Это наши страхи, наши отрицательные. Есть даже, если смотреть в мистической какой-то литературе, то мы увидим, что все наши отрицательные качества – это какие-то внутренние демоны. Как только ты их называешь, они испаряются, они становятся бессильными, потому что они действуют в темноте незнания. А когда ребенок назвал свой страх, чего он боится, он уже с ним может поработать. После этого можно нарисовать, можно поговорить. И вот вам, пожалуйста, пример работы с песней. Можно похлопать, можно постановку театральную сделать. И будешь самой-самой-самой, но со мною, с твоей мамой. И идет отождествление ребенка внутренний, взрослый и внутренний ребенок. Мы знаем, что в каждом человеке трансперсональный, если анализ смотреть, транзактный анализ, здесь есть взрослый, внутренний взрослый, внутренний ребенок, внутренний родитель. В этой песне есть внутренний ребенок, есть внутренний родитель. Нет внутреннего взрослого. А все проблемы решает внутренний взрослый. Анализ позволяет возникновению внутреннего взрослого, который действует не с позиции страха, а решает вопрос. Следующая – сказкотерапия. И подумаем, придумаем с ними сказку. Вот они пошли в лес и встретились. Это может быть и рисование аппликации «Лепка». Вначале настрой. Если у нас прямая сказка, полная сказка, мы его слушаем, смотрим, отделяем какие-то моменты. А что, как наблюдаем за детьми, в какой момент у них есть внутренний отклик. Они начинают двигаться вот так, высказывать какие слова. Отмечаем. Это как раз те моменты, которые ребенок готов прямо сегодня проработать. То, что проходит мимо, можно даже пока не трогать. Все равно мы эту сказку будем читать не раз, не два, не три, а постепенно у него дорастет и другое. И вот у него активное получилось. Мы здесь проработали. И после нескольких прочтений, скажем, завтра, послезавтра, если мы видим, что какую-то часть ребенок как-то не воспринимаем, мы касательно этой части можем задать вопрос. А почему он так сделал? Почему так произошло? А как вы думаете? То есть мы приоткрываем окошко, там ветерочек дует, чтобы возник интерес. Ребенок об этом еще не задумывался. И тогда раскроется. Если раскроется, то мы раскроем эту тему. И если не раскрывается, идем дальше. Пока еще ему рано. Но мы не навязываем те элементы, которым ребенок по возрасту своему еще не готов. Можно взять маленький отрывок из сказки и проиграть его ролевое. А я буду волком, а я буду этим. А давайте кто будет? А давайте проиграем, посмотрим. И что ты чувствовал? А как получилось? Тебе понравилось? А ты хочешь быть? Нет, я не хочу. Или мне понравилось? А что понравилось в позиции, например, злого героя? Потому что он дает отпор. Хорошо. А по-другому можно? Но, наверное, у нас же не принято. А по-другому как можно? То есть учим защищать личные границы более цивилизованным способом. Вначале он как волк или как медведь это сделал. А теперь люди обычно как делают? И он начинает рассказывать, как мама и папа делают. Потом мы примеряем, насколько это удобно, неудобно и так далее. И получаем работу со сказкой. Интереснейшую работу. Следующая – это изотерапия рисования. Артерапия возникла как раз-таки и на основе рисования. Дети рисовали. Дается определенная тема. И по этим рисункам очень четко диагностируется психоэмоциональное состояние ребенка. Самый распространенный – это способ диагностики. Неизвестные животные или моя семья. Моя семья, скажем, можно рисовать. Нарисуй семью деревьев. Твою семью, как будто вы деревья. Вы удивитесь, насколько будет точный рисунок. Ребенок нарисует разные деревья. Там где-то елка, может быть, разукрашенная. И какое-то дерево далеко стоит, что-то близко стоит. И по этим рисункам мы можем проектированный, проективный тест сделать состояние ребенка на данный момент. Опять же, что мы даем? Во-первых, тему. Предыстория. Какая-то история. С бухты-барахты. А давайте рисовать дерево. Нет. Вот был мальчик, была девочка, у них была семья. И как-то девочка села и нарисовала. Давай-ка я нарисую цветочками свою семью. Она сделала. А мы можем сделать? Да. А каким цветочком ты бы нарисовала маму, папу? Разными. Мы даем тему, они сидят и начинают рисовать. Да? Мы дали тему на примере чего-то. Может быть, какая-то ситуация. Вот та ситуация, которую мы хотим решить. Возможно, конфликтная. Мы берем других героев, которые по возрасту, по полу соответствуют этим детям. Имена могут быть созвучными, но не точная копия. И давайте нарисуем, как они решили вот эту ситуацию. Да? Там конфликтное решение. И они сидят и рисуют. Могут рисовать каждый свой рисунок. Может каждый сказать, а давай вот так сделаем. А вот это, вот это. А вот это они добавляют свои элементы в картину. Это может быть и аппликации, которые готовые фигурки вставляют на бумаге, в общем, и продолжают. В конце вывода благодарность. Виды рисования. Это пальчиками маленькие дети, ладошкой могут нарисовать и разукрасить. Вот, например, поставили пальчики, и разные эмоции на разные пальчики, уже готовые личико. И мы им изучаем эмоциональный интеллект, хотя бы по смайликам, кляксография, монотипия. Вот монотипия – потрясающая вещь. Мы берем на стеклянные или прозрачные поверхности, рисуем гладкие поверхности, а потом туда накладываем бумагу. И на отпечатке бумаги уже доделываем что-то. Прекрасно кляксы. Можно кинуть кляксы, а из кляксы дорисовать, что получилось. Развивается фантазия, и дети начинают говорить. И в тот момент, когда они начинают говорить и разговаривать, появляется как раз и возможность коммуникации. Песочная терапия. На этом я сама сейчас долго останавливаться не буду, потому что об этом очень-очень много есть. Литература, видео. Можно использовать готовые фигуры, а могут дети сами сделать из пластилина или соленого теста свои фигурки. И в песочнице вместе сделать. Вопросы, которые мы даем при сеансе арт-терапии. А что чувствует герой? О чем он думает? О ком думает? А что решил сделать? Вот обычное искусство становится в арт-терапию, когда мы задаем вот эти вопросы. А что он почувствовал, когда сделал это? А что он почувствовал, когда не сделал? А как ты думаешь, что чувствует другой герой, кому такое говорят или делают? Вот это между ними, да? А чем он ответит? А это поможет? А это изменит ситуацию или нет? Это как-то повлияет? Кто может помочь? Вот кто может помочь? Это ключевой вопрос. Потому что детям очень важно научиться просить помощь у взрослых. А кто может помочь? Иногда ребенку плохо, все, он спрятался, ему страшно, и все. Он даже не думает обратиться за помощью. А если мы задаем эти вопросы, а кто может помочь, а что это может изменить, он начинает вдруг думать. У него же уже в библиотеке, во внутренней библиотеке накапливаются эти вопросы. И в нужный момент он может задавать эти самые вопросы. Постоянно повторяя такие вопросы, мы задаем библиотеку вопросов. И библиотеку ответов, потому что на каждый вопрос дети начинают отвечать. Если где-то в памяти есть нужный момент, этот сценарий, эта шпаргалка выскочит и поможет. Как можно сделать по-другому? А как можно сделать лучше? А почему он так себя чувствует? Что причинно-следственные понятия? Чем больше вы вопросов задаете, но дети не должны все-таки уставать. Задали вопрос, нарисовали, сделали еще что-то. И еще один вопросик. Очень интересно. Сейчас работа идет с метафорическими ассоциативными картами. Вот они такие разные. Что это такое? Виды карт. Во-первых, это не гадание для тех, кто не знает. Это опорные образы, которые в памяти человека откликаются за что-то, цепляются из сознания, выносят целый пласт информации. Вы смотрите на картинку и задается вопрос. Вот хочу сделать что-то, у меня не получается. Достаем карту. Карта не говорит, о чем не получается. Но вдруг к вам приходит идея, что я вот тогда повел себе это вот так. Я чувствую вот это. И у меня и получается вот какая-то подсказка. Виды мага, виды карт. Это персона. Это обычные лица людей. Персоны, альтер-эго по-разному называются. Сюжетные. Есть абстрактные, когда линии цвета, свободные геометрические фигуры. Ролевые, здесь архетипы, профессии, тоже очень интересные. Тотемные, животные, фантастические существа, цветы, текстовые вопросы. И ресурсные. Это сюжет или образ, который вдохновляет. Там ласковые, улыбчивые картинки какие-то. Могут быть цветы, радуга, что-то. Это то, что вдохновляет. Виды работы с маг. С метафорическими картами. Я очень люблю, вот с детьми работаю с этими картами. Это катамоции, колоды Константина Довладова. Кошки. Все образы сделаны кошками. Как мы работаем? Образы и истории между ними. Например, вот здесь. Давайте посмотрим. Внизу, слева, три кошки. Двое ласкаются, да? Один сбоку смотрит. Когда вы задаете вопрос, что ты видишь на картинке, разные дети могут рассказать совершенно разную историю, смотря одну и ту же карту. Даже дети, один и тот же ребенок в разные дни может увидеть разные, рассказать разную историю. Для какого возраста? Где-то с 4-5 лет можно метафорическими картами. Ну, вы даете картинку и говорите ребенку, расскажи, что ты видишь. И он начинает рассказывать. Работой с детьми мы берем ласковые какие-то простые карты. Иногда можно и абстрактные. Вот сейчас покажу вот здесь. Смотрите, сверху третья колода – это порталы. Здесь линии, черточки, ничего не понятно. Вы даете, и ребенок начинает о нем рассказывать какие-то истории. Тоже помогают. Кошки, животные, ресурсные детские простые карты. Иногда лица показываются лицам. Если ребенок не хочет работать с этой картой, он откидывает его. Не заставляем, идем дальше. Работаем только с теми, которые он готов выбрать. Мы можем в открытую поставить, и он выбирает в открытую. Некоторые дети предпочитают, наоборот, в закрытую. А давай посмотрим, какая выйдет. И тогда мы работаем. Образы и истории между ними. Вот мама и папа, кто-то, ребенок с мамой, ребенок с друзьями. Может он рассказать историю не о себе, а о ком-то другом. А что это напоминает, эта картина, вот эта ситуация, на кого похожа? Ты с кем? Ты здесь есть? Говорит, да, это я. Вот я этот. А вот этот кто? А это мама, когда делает вот это, это, это. Это Мишка, сосед, соседский мальчик, с которым мы тогда-то это сделали. И вот так ребенок рассказывает. Идет коммуникация прямая. Дальше. Герой и его путь. Тотем и его характер. Взять можно картинку и дорисовать. Можно взять несколько картин, положить и придумать историю между ними. Да вы можете просто вырезать различных животных, домики какие-то, карточки есть, с которыми работаете. Раскладывайте на бумаге и смешивайте. И потом в определенном порядке. А давайте придумаем историю с ними. Если ребенок захочет говорить, а давайте-то переставим местами, переставляем, не проблема. Они смотрят и по этим картинкам рассказывают свою историю. И мы задаем вопрос, случилась конфликтная ситуация. А кто поможет? И он из колоды маг, например, персона, выбирает вот этого или из котенка. Вот этот поможет. А это кто? А вот это тот-то. И очень интересная работа идет с метафорическими картами, друзья мои. Ну что ж, если у вас будут более подробные вопросы, более серьезные, то вы можете обратиться. На этом я прощаюсь с вами, благодарю за внимание. Кстати, еще не прощаюсь. Если у вас будут вопросы, то скажите. Ссылка на YouTube канал вам поставит, Лидия. К тому же, если вы в группе ВКонтакте, будет опять вам ссылка на группу ВКонтакте. Там будут выставляться и ссылки эти я там тоже поставлю в списке. Значит, я себе запишу список литературы по арт-терапии. Хорошо, очень много разных есть книг, и можно, конечно, ими пользоваться. Но, знаете, важно не количество. Как я рекомендую в последнее время книги? Я поняла, что у каждого свой путь, свой маршрут к достижению какой-то цели. Вы можете идти в книжный магазин или даже в интернете открыть, задать арт-терапию. Смотрите, листаете и чувствуете свое сердце. Вот если ваше сердце откликнулось, берите это. Иногда одной книги достаточно, если вы его глубоко проникаете, по ней работаете. Когда вы сразу берете несколько фраз оттуда, 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 это уже не для начинающих. Для начинающего человека нужно глубоко проникнуть в детали по одной книге, по одной технике. А вот и прористывать много книг могут те, у которых есть база. Так, огромное спасибо. Мнение МАК, благодаря вам изменилось, но очень хорошо. Прошу про возраст. С МАК, с детьми какого возраста можно работать? По-моему, Елена Садович, не ошибаюсь, спрашивала. В 4-5 лет уже можно работать с ними. Так, вот, если рекомендации по литературе. Друзья мои, по МАК не рекомендую не литературу, а посмотрите больше видео. У кого я училась? МАК, чем очень довольна. У Константина Довлатова есть курсы, есть какие-то даже бесплатные программы, где включены техники МАК, есть отдельный курс по метафорическим картам. И у Жанны Абрамовой. Вот это два очень ярких специалиста, которые очень глубоко работают с метафорическими картами. А так вы можете даже в Ютубе забить, например, сеанс работы с метафорическими картами, откроются какие-то вещи. Вы посмотрите, как это делается. И еще Ирина Орда. У нее много техник на ее сайте. Вот напишите, Ирина Орда. Есть много техник для работы с детьми. Простые техники, которые можно взять и сделать. Все-таки видео лучше, чем... А это же, Равина, еще там был вопрос у нас. Чуть повыше. Про принцип работы МАК с детьми в арт-терапии. Наверное, то, что вы перечислили в этих источниках, можно будет найти и про принципы. Да, 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 да. Жанна Абрамова. Не Абрамов. Константин Жанна Абрамова. Давайте я напишу. Константин Довлатов. К сожалению, его не стало уже чуть больше года. Но он оставил свою прекрасную школу. Сейчас ее супруга продолжает дело. И Ирина. Да. Вот. Все. Их много. Везде в интернете. Просто забьете. Информации очень много. Это очень хорошие специалисты, которых я могу... Чем они хороши? Есть много других, но мне зашли их объяснения. Да, вы можете... Вам может понравиться другие специалисты. Но то, как они рассказывают, это очень понятно, живо, интересно. И даются простые схемы. Вот так. Так. Большое вам спасибо, друзья мои. Рисунки детей. А, хотелось бы больше увидеть рисунки детей. Ну, ладно. Я постараюсь их выложить, может, в своей группе ВКонтакте. Вы можете туда зайти и посмотреть. Меня очень легко найти ВКонтакте. Вы набирайте мое имя, фамилию. Я там есть. Есть. Так. Все. Вроде вопросов не осталось, друзья мои. Ну, что ж. Благодарю вас всех. И, наверное, уже прощаюсь. Да? Сейчас вам расскажет Татьяна Телегина. Приобрести сертификаты и другие остальные вопросы технические. Ориентированно на ее мнение. Спасибо, Лидия. Вот. Все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok